Данил, прими, пожалуйста, поздравление. Хет-трик, великолепный результат. Мог спокойно покер сделать, Данил. Бросал несколько раз, что помешало? Не знаю, не повезло, наверное. Одного покера, видать, достаточно на данный момент. Поэтому спасибо ребятам, что всю игру снабжали хорошими передачами. Хорошо, что все так закончилось. Данил, опять же, 8-1. Но мне кажется, что этот результат ни о чем не говорит. Матч получился достаточно сложным. Я с вами согласен. Первый период, мне кажется, это был худший за сезон. Поэтому очень плохо играли, очень плохо начали. И получился такой разговор на повышенных тонах в раздевалке. Со второго периода более-менее начали играть. И хорошо, что много ребят сегодня отличилось. Опять же, если Динамо проигрывает, проигрывает серии. СКА, Йокерит, ЦСКА. И вот в этом списке Северсталь. До этого два поражения. А если с учетом прошлого сезона, Данил, три. Это как-то вообще, что это? Неудобный соперник? Я не знаю. Я же говорю, еще раз повторюсь. Мы не смотрим на таблицу, как мы играли до этого с командами. Сегодня получилось так, что выиграли. Лично, да, не задумываясь о том, сколько игр мы проиграли кому-то или еще что-то. Мы выходим каждую игру побеждать. Опять же, вот второй период, первый период, прошу прощения. Вроде все хорошо, да, 1-0 вели. И, ну, по счету, если мы будем говорить, пропускает шайбы в концовке. Тоже какая-то, какой-то бич, какая-то болезнь, да, или нет? Я бы не сказал, что мы хорошо в первом периоде играли. Я говорю, мы играли отротительно, поэтому хорошо, что ребята собрались. Я говорю, лавка была мертвая, засыпали. И много брака было, поэтому хорошо, что, говорю, проснулись во втором. Ну, я так думаю, что вот эта как раз шайба, которая была заброшена в раздевалку, она вас разозлила тоже хорошенечко. Да, я думаю, что мы все прекрасно понимали, что мы можем больше, да, и что с такой игрой, как в первом периоде, мы не выиграем сегодня. Поэтому, говорю, получился серьезный разговор в раздевалке. Все, до всех это дошло, да, все это услышали и победили сегодня. Данил, в этой ситуации играли сегодня в большинство в четыре нападающих. Как тебе? Если тренер меня оставит, да, неважно, там, хоть пять нападающих, да, это доверие тренера, поэтому всего лишь одну раскатку, да, тренировались вместе в большинстве сегодня утром. Поэтому хорошо, что получилось забить. Большая результативность. Это еще и, наверное, шайбы те, которые не забросили в предыдущем. В предыдущих матчах тоже немножечко так вот, ну, вернулось. Ну, наверное, да, да. Хоккейный бог он есть, да, где-то он не везет, где-то повезет. Поэтому главное работать, да, и не останавливаться. Данил, в этой ситуации впереди Сочи, еще несколько матчей до конца года. Останется за Палкан? Ну, я думаю, что да, сил достаточно, да. Надо голову в порядок приводить, и я думаю, что все будет хорошо. И в этой ситуации объясни, пожалуйста, как вообще вот играть, продолжать играть, когда уже разница в счете такая хорошая. Как себя заставлять? Да просто играть в свой хоккей, да, не делать глупых ошибок, да, и как мы это и сыграли в третьем периоде, сыграли надежно в защите и забили свои голы. Данил, я говорю, а думаешь, вот у тебя хочется спросить, да, думаешь ли ты, когда, чтобы так бы всегда было, да, чтобы так забрасывать много, так выигрывать хорошо, а крупно? Ну, конечно, это приятно, когда забивать по три, да, гола. Поэтому дай бог, что все будет так продолжаться. Данил, порадоваться понятно, да, как теперь все это выкинуть из головы перед матчем Сочи, а потому что там все-таки, ну, другая игра, другие цели, задачи. Я говорю, сегодня главное отдохнуть, переварить это, и завтра тренируемся и готовимся к Сочи. Сочи.